Вестник Кавказа 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 побороться за выход из этого турнира. Греки, которые, по-моему, самая многострадальная сборная этого турнира, пока, во всяком случае, они сильно пострадали от судей, и в первом, и во втором матче, надо сказать. Конечно, будут биться до конца, они показали, что характер у этой сборной есть, и в первом матче они проигрывали, играли в десятером, и все равно удалось им спасти матч, и были они близки к тому, чтобы вообще и выиграть, эту игру, и во втором матче с чехами тоже все не очень складывалось у них хорошо, и очень быстро они проигрывали уже со счетом 0-2 в самом дебюте встречи, но тоже опять собрались, и несмотря на незасчитанный гол, такой очень, прямо скажем, сомнительный офсайд, там зафиксировали судьи, все равно нашли в себе силы отыграть один мяч, и до конца они бились, и, в общем, может быть, там уровень мастерства сборной Греции, он не так высок, и они явно уступают сборной России, но настрой и физические кондиции, на мой взгляд, могут сыграть такую определенную роль, а может быть и определяющую, поэтому на этот матч сборной России надо собираться очень серьезно, безусловно, сборная Дикого адвоката в мастерстве не то, что не уступает, а наголову выше, на мой взгляд, сборной Греции, но иногда в футболе не все решает мастерство, поэтому определенные опасения перед этой игрой все-таки у болельщиков и у специалистов, которые переживают за сборную России, будут. Что касается Алана Дзагоева, я уже сказал, что сейчас об Алане говорят как о звезде этого чемпионата после двух матчей, ну, может быть, после второго несколько такие восторженные отклики, они стали чуть глуше, но все-таки по-прежнему Алан считается человеком, который после этого чемпионата должен проснуться уже звездой, а может уже и проснуться. Я читал очень много отзывов английской прессы, особенно просто очень хвалебных, и то, что Алан сейчас уже, он и так был на карандаше у многих ведущих клубов европейских, безусловно, это приближает возможность его перейти в какой-нибудь действительно топ-клуб европейский. Другое дело, что немножко насторожило то, как себя повел Алан во втором тайме, сдали нервы у него, получил он абсолютно ненужную желтую карточку, тем более никак не диктовалось это теми событиями, которые происходили на поле, получил он желтую карточку за споры с судьей, причем в ситуации, когда, ну, в общем, он был неправ, ну, может быть, сказалось то, что с точки зрения российских болельщиков и футболистов немецкий судья немного хозяевам подсуживал, но все-таки надо в таких турнирах и в таких матчах держать себя в руках. Алан, несмотря на свою молодость, все-таки человек, который уже поиграл и на высоком уровне, и должен себе отдавать отчет в этом. Не хотелось бы, чтобы вот те хвалебные отзывы и справедливые хвалебные отзывы, которые сейчас, безусловно, доходят до его ушей из интернета и от наших работников средств массовой информации, вскружили голову молодому футболисту, и это сказалось на его игре. Дик-адвокат, наверное, очень правильно поступил, что сразу после того, как Алан Загоев получил желтую карточку, заменил его. Я надеюсь, что вот это будет уроком все-таки Алана, и сейчас старшие товарищи, которых хватает в сборной России, все-таки ему объяснят, как и что нужно делать на поле. Ведь еще одна желтая карточка, и он может лишиться возможности сыграть в решающих матчах сборной России уже в играх на вылет, где будут очень серьезные соперники. Вообще, если говорить о нашей группе, то вот эти матчи показали, что все-таки наша группа одна из слабейших на этом турнире. Мы в этом не виноваты, безусловно, но это факт. Сборная России по своему уровню, по своему уровню мастерства игроков и подготовки, безусловно, должна выходить с первого места из этой группы. Для этого нужно просто победить сборную Греции. Сказать легко, сделать будет, на мой взгляд, не очень легко. Об этом я уже говорил. Из других результатов чемпионата Европы, первых матчей, которые состоялись, я бы выделил игру испанцев с итальянцами. Итальянцев как-то, ну, может быть, из-за того, что сейчас происходит перестройка этой команды и то, что они проиграли в последнем своем матче сборной России со счетом 0-3, да и вообще плохо провели подготовительные игры к чемпионату Европы. Чемпионат Европы как-то начали списывать со счетов. Да еще этот скандал вокруг сборной Италии, в результате которого Кришета отчислили из сборной Италии. Но матч с испанцами показал, что итальянцы всегда остаются итальянцами. Эта сборная очень сильная, серьезная. Сыграть с испанцами, действующими чемпионами мира и Европы, в ничью 1-1, да еще и вести по ходу матча. Да и вообще, если и уступали испанцам и итальянцам, то не намного. Очень серьезная команда, не надо ее списывать со счетов. Главной сенсацией первых матчей, безусловно, стала победа датчан над голландцами. И здесь, наверное, никто не ожидал, что просто составленный из мега-суперзвезд сборной Голландии проиграет датчанам, которые даже и по уверениям специалистов, и по букмекерским всяким выкладкам датчане считались слабейшей командой вообще на всем этом турнире. Ну вот, в результате датчане победили, набрали три очка, и теперь имеют вполне приличные шансы за то, чтобы побороться за выход из группы. А вот голландцы осложнили свою задачу, так как и группа у них довольно серьезная. Один из самых бледных матчей, при том, что была вывеска довольно серьезная, у этой игры, я считаю, это игра Франции и Англии. Французы были получше англичан, надо сказать, хотя и пришлось им отыгрываться в ничью. Закончилась эта игра 1-1. Но, честно говоря, англичане вообще не впечатлили. Да, там были проблемы, замена тренера, не смогли поехать на чемпионат многие ведущие игроки, опытные, тот же Лэмпорт, и не смог в первом матче Руни принять участие. Но все равно такой безвольной команды, честно говоря, сборной Англии, я давно не видел, за что всегда любил эту команду, за то, что она отдавалась до конца игре, несмотря на то, какой состав был, какие футболисты выходили, на поле бились они всегда до конца. Сейчас команда мне показалась очень вялой, какой-то неинициативной. Ну, в общем, на англичан они были не похожи. Вот если кто и защищал, в данном случае, такой британский дух, который существует в футболе, так это ирландцы. Несмотря на свое поражение, бились до конца на игру. С хорватами они играли, 3-1 проиграли, но на их игру было смотреть как-то весело. Но не сдаются ребята, несмотря на то, что уступают в классе, но бьются просто до конца. Вот англичанам, то, что им было это всегда присуще, в характере футбольном, сейчас явно этого не хватает. Не знаю, с чем это связано, может быть, в следующих играх все-таки все это вернется. Сейчас пока, честно говоря, своих поклонников, которые прежде всего любят английский футбол за вот эту бескомпромиссность, они разочаровывают. Ну, посмотрим. Впереди еще самое интересное. Надеюсь, что удачно будет складываться и для сборной России этот турнир. Да и вообще, если говорить вообще об уровне футбола, который показывают команды, то еще раз я убедился в том, что европейский чемпионат, в отличие от чемпионата мира, все-таки по уровню футбола, по классу команд гораздо выше. Все-таки выше. И практически во всех играх был показан футбол очень высокого класса, без таких провалов, что ли. Но надеюсь, что и дальше нас не будут разочаровывать европейские команды. Внимательно будем следить, в том числе и навестники Кавказа.